Пару комментариев здесь, которые требуют наших комментариев. Добрый друг, война будет приблизительно около двух лет. Сначала схит, потом средняя часть, а захит, мабуть, будет под Польшей. Что я по этому поводу скажу? Что русские научились применять украинозыщных ботов. Вот этот добрый друг, на самом деле, иди вместе с русским кораблем от Змеинова. Да, но самое смешное, что они, я честно скажу, я просто шокованный этой войной. Почему? Потому что даже в информационной войне, в 14-му році, они просто показывали майстер-классы. Они настолько всех кругом разрывали, подходами, всем. Ну даже тут они воюют, как дебили. Они не понимают, что эта история, что Польша там что-то забере, на Захидной Украине какие-то бандересы. Они тупо не поняли, что до сих пор, они не поняли, что она не працюет. Дивись, отчего воно спрацювало тогда, умовно. Чому они смогли, чому у них був такий простір для маневр? Потому что они грали там за деколька гравців. Тобто вони дейсно гибридно воювали. Вони видумали цих субъєктів. Они вообще были законодавцами. Тренсеттерами. А тут они скрили просто всі маски, и они позбавили себе особистой возможности грати. А контент тупий. Високий в них тупий контент. Тому що тупа у них позиция. Отчего напали? Тому що превентивно давали отпор НАТО. Ну смотри, это все работает у них на внутренняю аудиторию. Да, не тільки на внутренняю. Потому что понятно, что у нас это все не работает. У нас их посылают вслед за русским кораблем. Но они тупо работают на внутренняю аудиторию. Внутренняя аудитория это все заходит. Потому что люди в Черниговской области, я знаю, общался с местами прямо на месте, где это все происходило. Специально выезжал. Они говорили, что приходили русские солдаты и реально искали Бандеру. Где прячется Бандера? То есть они искренне уверены, что Бандера живой. Существует. Существует. И руководить. Да, вместе с Шухевичем, наверное, как бы там. И Мельником, кто там еще. Вот за всеми этими ребятами из УПАШ. Вот все вон и вон и ось тут там, да. И отказывают, что у Шухевича сегодня народжень. Да, значит... Зменинный и гарный подарунок. Да, Путин зробил подарунок на день народжения Шухевича. Уже с доброю воли Шухевичу. Путин, так это написано, честящий день народженья, уже с доброю воли. Вечуваю величайшую расу. Бандеревцы в Крыльве допомогли Путину подмахнуть неглядь. Как бы там, да.